Вставание автошколы И у меня начали расти долги, потому что не хватало. Уже в школе я не заработал даже прожиточный минимум. А впоследствии пришлось ограничиваться в уплате за коммунальные платежи. Я уже не смог тогда. То есть я вас правильно понял? Вы не смогли оплачивать все услуги ЖКХ по причине того, что вам самому денежный средств на жизнеобеспечение собственного организма, так можно сказать, уже не хватало. Уже не хватало, да. А получать стал сначала 10 тысяч. Пенсия, да? Да, изначально. Потом потихонечку стало расти. И вот в конце позапрошлого года на меня вообще повесили 50% удержаний. Я в течение трех месяцев не дополучал половину пенсии. И получал 7 тысяч с копееками нару. Это согласно исполнительному производству, да? Да, согласно исполнительному производству. Впоследствии я обратился в прокуратуру. Города Севастополя. Города Севастополя. Те переправили на районную прокуратуру. И впоследствии пришло письмо от пенсионного фонда о том, что удержания прекращены. На основании чего? Такие ГКРФ 439 прекращение исполнительного производства. По вашему личному обращению в прокуратуру города Героя Севастополя. В соответствии с тем, что МРОД увеличился, да? Да. А и вы, в соответствии, уже не можете фактически физически выплачивать те долги, которые на вас повесили. Да. А какие долги были? Все в теплосеть, раз, да? Потом дальше что еще? Водоканал? Водоканал. Электричество? ВГС, электричество. Это самое, у меня неоднократно свет обрезали. А у вас семейное положение, вы как, разведен и живете один? Да. То есть, что вам стали предлагать, так сказать, те, кто вам оказывает услуги и ЖКХ и прочее? Вот что они вам начнут? Выплачивайте, иначе мы вам обрежем свет, выключим воду и что там еще они могут сделать? Забьем канализацию, будете тонуть в собственной квартире. За свет один раз, это самое, я снимал видеоролик, ну не один раз, а многократно. Последний раз вот женщина одна приходила, попросила заплатите хоть сколько-нибудь. Ну, светом вам отключали? Ну, они не отключили, я немножко заплатил, часть долгов списали. А сейчас снова долги растут, потому что мне не хватает на прожитье. Ага, пробовали, как они говорят там всем, не хватает пенсии, идите на работу. Пробовали устроиться на работу 65 лет? Пробовал. Что говорят вам начальники? Такие, как я, сидят в костюмах, в белых рубашках и говорят, Василий Константинов, к вам лет, да? 65, ну вы знаете, у нас нет места, так примерно говорят. Но любой начальник, естественно, кого он возьмет на работу? Он возьмет на работу мужчину, который там продуктивного возраста, 35-45 лет, уже 45 лет они уже там подумают, сейчас я его устрою на работу, а он завтра не выйдет, скажет, я заболел там. Они же смотрят, трудовую книжку смотрят, изучают болезни, говорят, а вы заболеваниями не болели там и прочее. Кому в нашем государстве сегодня нужны пенсионеры, люди, которые, в общем-то, 65 лет, да? Уже никому, к сожалению. Но причем все делают такой умный вид, что они о чем-то там думают, заботятся, да? Да, правильно я говорю, Александр Михайлович? Они делают такой вид, что да, ну это же очень важно, конечно, вот. Но уже само по себе обращение пенсионеров, которые устроятся на работу, пенсионерам отказывают, потому что они понимают, что пенсионер будет болеть, естественно, за него кто-то должен будет его подменять и прочее. А вообще, вы же профессиональный водитель, насколько я его знаю, да? Ну, водитель первого класса, все категории, мастер производственного обучения. Но, тем не менее, вот у меня же еще по состоянию здоровья три позвонка поврежденных, рука покалечена. А сейчас на современном этапе водитель должен сам все ремонтировать. Я в советские-то времена, когда получил травму руки, вынужден был бросить дальнобой и перейти на местные рейсы. Уже я, хотя и должен был после выхода с отпуска получить новый КАМАЗ и ходить по дальним рейсам. Но, когда случилось с рукой, меня тогда сразу не допускали даже до варанки из-за того, что, ну, по советским меркам мы уже давали третью группу и будь здоров. И до свидания, да? Я с трудом проходил в 87-м году медкомиссию, когда был Андропов еще, когда в кинотеатрах вылавливали. Я две недели проходил медкомиссию вместо одного дня. В конечном итоге мне главный врач подписал, и с тех пор медкомиссию я уже проходил в сокращенном варианте всегда. Если людям давали на пять лет, мне на три года. Если людям на три года давали, мне на два года давали, даже в самые последние года работы. Только по одной руке. А тут, когда уже и компрессионный перелом позвоночника, куда я уже... Давайте перервемся в вашем рассказе. Александр Михайлович, у меня вопрос к вам. Вы же тоже пенсионер, только военный. Ого-го, пенсионер такой, да? Как вы на себе ощущаете все, так сказать? Вы нужны кому-то, куда-то пойти на работу? Вас возьмут, с чем-то пригласят, звонят, говорят, давайте, приходите, мы вас трудоустроим, вы будете жить лучше. Вам хватает, кстати, вашей пенсии, которую вы сегодня получаете? В Министерстве обороны получаете пенсию, да? Да. Хватает? Ну, так, Павел Евгеньевич, вот мы на сегодняшний день пришли к тому развитию общества, что те люди, которые за 60, они обществу не нужны. То есть они говорят примерно так, как один мой товарищ мне звонит и говорит, я что уже на пенсии? Он мне тоже говорит, слышишь, это самое, а что ты там сделал для страны? Какую пользу? Мы тебе пенсию платим там, да нафиг ты вообще нужен? То есть, понимаете, отношение сегодня, я не побоюсь этого слова, к пенсионерам скотское, просто скотское. Со стороны, вот, я не знаю, как там, помните, как это говорило? Я Мордюкова говорю, у меня за границей не было, поэтому я не знаю, как там, а у нас вот так вот. Поэтому это, в общем-то, прискорбно, сама эта ситуация, да, что пенсионеры, в общем-то, как только вы выходите на пенсию, все, дальше вы уже никому не нужны. Павел Евгеньевич, во-первых, понимаете, может быть, здесь немножко шире нужно подойти. Здесь пенсионер загоняет в такие тиски, что он становится бесправен, и чтобы что-то доказать, его ведут в суд, и вот он там, бедная, как говорится... И начинает его тросить. Тросить. А человек, который всю жизнь прокудил баранку, он кроме как, если бы его спросили устройство автомобиля, он бы с закрытыми глазами рассказал все. Ну, конечно. А тут же нужно сделать азы юриспруденции, и откуда он знает, что это самое, как, какими законами должен управлять. Ну, а он же все-таки власть, и власть... Вы имеете в виду соответствующую Конституцию Российской Федерации. Конституция номер три. Да. Ворот имеет... И государство должно ему обеспечивать потребности, те, которые физиологически необходимы для его организма, и оно должно ее обеспечивать. А может быть, действительно, государство и обеспечивает его... Вот я сейчас... А это мы давайте... Это будет маленькая наша тайна. И государство, может быть, обеспечивает. Почему? Нам вот все говорят, как я встречался не с немцами, говорят, мы сейчас пенсионеры, наша задача путешествовать по миру. Вопрос. Мы с ним путешествуем по миру? Да, по-честному, вы можете доехать. Вот мы так и делаем. Да, 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 да. Пожалуйста. Вам слово, да. Вот работая дальнобойщиком, я работал на сдельной работе. И я получал 16% от суммы сделки. 16%? 84% шло государство. А, государство забирало. Это еще при советских временах, 80-е годы. Ну это, кстати, высокий процент. Да, я фактически содержал и армию, и медицину, и школы в качестве вот этих 84%. А в настоящее время меня по судам затаскали. Везде должен, везде... И они достаточно молодые люди, да, они смотрят на вас и говорят, плати, понял? Плати, будешь платить, никуда не увенешь. Так получается, да? Так получается, еще и плати, насколько вот стало известно, когда человеку некуда деваться, надо искать опорную толь. Как выжить. Оказывается, мы платим-то не по назначению, а оказывается, существует ГОСТ Р-56042-2014 года. По которому что? Давайте достаньте эту бумагу, расскажите ее севастопольцам, ее происхождение, и мы подробно поговорим именно на эту тему. Вот она, да? Да. Это что? Ну, вот прошло. Сейчас где-то в полном объеме у меня. Давайте, давайте, давайте. То есть, такая бумага, такая забота о каждом пенсионере Российской Федерации предусмотрена, правильно? Она заложена. Теперь, ГОСТ. Под этими, по этому КОСТу, в зашифрованном варианте, каждому человеку приходит типа платежка. Но никто не знает, как ее расшифровать. А стоит приложить современные смартфоны, просканировать QR-коды. Так вот, за что люди и куда уходят денежные средства, которые мы платим? И получается, что первое считывается СТ-3-0-11, это означает, что денежки пойдут кому-то на отдых и путешествия. Там так и написано. Для организации путешествий и отдыха. Но это не смешно? Причем? Вот он, 11. Отдых и путешествия. Как такое вообще могло быть? Как? Вот как? Вот будем разбираться, как оно могло быть. А сейчас, фактически, вот сейчас все, о чем мы сейчас с вами говорим, фактически, это, в общем-то, идут разбирательства уже непосредственно в мировом судье, участок номер... Это вот... 20-й участок Махимовского района. Да, это улица Горпиченко, да? Горпиченко, 33. Когда назначено судебное заседание? На понедельник, 22-го числа, уже будет выносить, в общем-то, решение по данному вопросу. Уже приглашены представители с управляющей компании и Махимовского района, и представители с единого расчетного центра хозяйства. Ну, кстати, единый расчетный счет прекратил свое существование, знаете, он преобразован в ООО, с этим, называется, как это называется? Капитализация? Нет, это называется капитальная... доля капитализации 10 тысяч рублей, то есть ответственность на 10 тысяч рублей. Вот так вот, ребята, происходит в нашем городе интересные дела. В таблице номер 4, последовательность разбора строки, кодированных двумерным символом стрихового кода, прописано. Считываются первые два байта, если они равны, не равны ST, то прекращается разбор по данному стандарту. А у нас идут деньги не на коммунальные платежи по коду 02-му, коммунальные услуги ЖКХ, а по 11-му это все... Я вас правильно понял, в суде это все заявлено? Заявлено, да. Всего 22-го числа в мировой суде по улице Горпиченко, 33, эти документы уже фактически обнародованы, и они уже находятся в процессе исследования судом. Правильно? Да, да, совершенно верно. То есть, вот эти все документы, уважаемые жители, это является доказательством того, как осуществляется оплата за коммунальные услуги в городе Герой Севастополя. Мы не утверждаем, мы предполагаем, что созданы побочные компании, которые за счет выставления определенных счетов и банки, снимая с граждан деньги, переправляют на эти счета денежные средства, которые указаны вот в этих реквизитах. В частности, 11-й, отдых и путешествия, коммунальных услуг здесь нет. С этим понятно. Этот вопрос мы, в общем-то, уже рассмотрели, и это все будет предметом изучения суда. Но у нас остается другой момент, да, очень важный. То есть, это, наверное, мне, как юристу, нужно об этом сказать. Для наших зрителей, для наших пенсионеров дорогих, смотрите, что у вас происходит. То есть, получается, замкнутый круг, вот такой вот кружочек. В чем он заключается, этот кружочек? Заключается он в том, что, исходя из опыта Василия Константиновича, когда он обратился в прокуратуру города Герой Севастополя, исполнительное по производству в связи с его долгами было прекращено. Почему было прекращено? Существует такое понятие, как мрот. То есть, мрот – это те денежные средства, которые мы получаем там в виде пособий, денежных средств, которые крайне необходимы гражданину Российской Федерации для поддержания его жизнедеятельности. То есть, жизни. Правильно? Да. Ну, что происходит? Например, вот давайте конкретно на вашем примере рассмотрим. Получая фактически такое пособие, а мы знаем, что это не пенсия, это пособие, правильно? Да. В соответствии с теми документами, которые указаны в пенсионном фонде. Получается, что вы получили, грубо говоря, 14 тысяч рублей. Вы получили, да? Из них вы должны будете там заплатить, если это отопительный сезон, там в районе 3 тысяч рублей или даже больше, там говорят. Говорят, сколько примерно в месяц идет оплата? Ну, приблизительно… Около 5 тысяч где-то рублей. Меньше, да? Нет. Однокомнатная квартира у меня не так уж много. Ну, 3 где-то получается. 2-3 где-то. Ну, хорошо. Ладно, сделаем 2 с половиной тысячи рублей. Отнимаем 14-2 с половиной, получается фактически у нас сколько? 11 с половиной, правильно? Да. Дальше считаем… 500 за свет. 500 за свет. 11. Дальше. 500 за газ. Нет. 120 рублей, правильно? 120 рублей за газ платите? Нет, гораздо меньше. У меня за год набежало… Ну, за газ я согласен. Вот, кстати, надо отдать должное нашему газовому предприятию. У вас есть… Да, здесь очень хочу сказать, что тарифы для обслуживания населения, услуги в поставке газа, они достаточно очень-то, можно сказать, радуют. Пока радуют. Не знаю, что там дальше будет, но они радуют. Ну, естественно, вода, мы платим за кубометр, и кубометр, по-моему, 50 рублей, но сейчас… 8-80. Да, он повышается, увеличивается, ну, все увеличивается, кроме нашей пенсии и зарплаты. Далее, получается, у нас уже 11 тысяч рублей, следующим у нас идет, мы еще, заводок где-то уходит в районе скольки рублей, 500 рублей где-то, да? Не приходится платить, поскольку… Ну, все равно, начисление 500 рублей, это 10,5… 11 тысяч ровно, да? Нет, там 10,5 тысяч. 10,5 тысяч. Дальше, за что мы еще платим? Вывоз мусора. Вывоз мусора. Вывоз мусора оплата идет у нас, исходя из того, сколько человек зарегистрировано в данной квартире. 50 рублей. Да, это небольшие деньги, заплатил человек. Дальше, у нас еще есть такой, я все время смеюсь с этого вида услуги, которая нам не оказана, но мы ее платим, это, как это называется, капитальный фонд развития. То есть мы платим, 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 не факт, что нам там сделают ремонт для этого. Да, но деньги куда-то аккумулируются, куда-то поступают и прочее. Какая сумма ежемесячная? 450 рублей. 450 рублей, вот еще 450 рублей. Вот остается 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Что можно съесть за 10 тысяч рублей в месяц нашему севастопольскому пенсионеру? Давайте, может, посчитаем это в виде масла. Сколько вы съедаете, примерно, масла в день, да? В месяц, ну, будем так говорить, человек съедает, пенсионер, около килограмма масла. Правильно? Ну, может, даже меньше, 500 грамм. Я с армии пришел, весил 72 килограмма. До последнего времени этот вес был практически стабилен. Я не худел, не толстел всю сознательную жизнь. За последний год я похудел на 7 килограмм. Вот итог той остаточной суммы, которая необходима для поддержания жизнедеятельности организма. Учитывая то, что это 10 тысяч на питание и на медикаменты, которые сейчас очень-очень дешевые у нас в стране. Ну да. Хочется что еще отметить? Получается, что недаром наше правительство Российской Федерации установило мрот в размере вот таком-то. Потому что дальше уже, это край фактически, да? Да. Соизмеримость вот этих всех наших, будем так сказать, жизнедеятельностей. А пенсионер, у него высвобождается, у вас же высвободилось время, да, правильно? Посвободилось же, у вас больше стало, как бы, менее заняты стали. Ну, поэтому хочется ходить. Наоборот, загрузили так, по-самому. А, судами, судами загрузили. Судами, каждый месяц приходится то судебные приказы, то еще что-то, то еще что-то. Мне бы по санаториям поездить, позвоночник полечить. Ну да. А тут надо кому-то еще отдых. Ходить, ходить, оплачивать. Отбиваться от судебных приказов и всего прочего. Да. Но сейчас будет самое интересное, самое внимательное, если вы потеряли интерес к нашему общению, возвращайтесь, садитесь заново. И сейчас вы услышите то, чего вам никто не расскажет. Где эта бумага? Нет, у меня нет. Давайте эту бумагу. Сейчас, уважаемые друзья, калькулятор, вот это письмо, которое получено с аппарата президента. Чтобы не быть голословным, мы будем читать, как нам ответили от управления президента Российской Федерации по работе с обращением граждан и организацией. Номер такой-то, дата такая-то, 2019 год. То есть свежая. На ваше обращение, поступившее на имя президента Российской Федерации в письменной форме, зарегистрированное такого числа, в 2019 году, рассмотрено. В целях рассмотрения вашего обращения в правительство Севастополя были запрошены необходимые документы и материалы. В администрацию президента Российской Федерации поступила следующая информация. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11.02.2016 года, номер 97, о федеральных стандартах оплаты жилищного помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы. 56 рублей 70 копеек в 2018 году, так как готовились документы для подачи в суд, эти суммы были установлены на 2018 год. Указанный федеральный стандарт применяется в целях определения размера вне бюджетов трансферов, выделяемых из федерального бюджета бюджетом Российской Федерации. То есть, правительство Российской Федерации из бюджета выделяет дополнительные денежные средства, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг. Уважаемый житель, то есть правительство Российской Федерации обеспечило оплату коммунальных услуг вот этими трансферами, которые идут в бюджет города Севастополя. Межбюджетные трансферы представляются и расходуются в строгом соответствии с правилами, установленных главой 16 Бюджетной Кодекской Российской Федерации. Также сообщаем, что согласно данным Управлению Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и города Севастополя, численность населения города Севастополя по состоянию на 1.01.2019 года составляет 439 941 человек. То есть на 1.01 у нас жителей 440 тысяч человек. В 2018 году бюджет города Севастополя из федерального бюджета было выделено дотацией и межбюджетных трансферов на сумму 25,6 миллиардов рублей. 25,6 миллиардов рублей. То есть мы 25,6 миллиардов рублей делим на 400 тысяч жителей в 2018 году города Севастополя. И получается у нас на каждого жителя Севастополя 58 тысяч 180 рублей. На одного жителя? На одного жителя Севастополя. Сейчас, 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 подождите. В том числе от средств, это дополнительно, поступивших в федеральный бюджет от уплаты налогов на добычу полезных сископами. То есть налоги, которые платят в бюджет Российской Федерации от добычи каменного угля, от добычи нефти, от добычи газа. Эти все налоги идут в государственный бюджет и бюджет выделила на одного жителя города Севастополя в 2018 году 58 тысяч 102 рубля. То есть в 2018 году на меня было выделено 116 тысяч 282 рубля. То есть те деньги, которые выделило правительство Российской Федерации для оплаты коммунальных услуг. 116 тысяч достаточно тех средств, которые могли бы обеспечить финансирование. Исходя из этого, мы берем другой документ, где указаны две единички, 11 номера. А вот чтобы изъять у человека эти денежные средства и придумали. Оплаты якобы за коммунальные услуги, которые идут у нас на путешествия. Вот так, уважаемые жители, с нас дерут две шкуры. И с правительства, и с нас непосредственно с жителей города Героя Севастополя. Я думаю, что здесь еще очень важно что сделать. Я думаю, что от нашего общественного движения «За наш город Герой Севастополь» в прокуратуру города Героя Севастополя, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации будет направлено письмо для организации проверки. Получается, что никто у нас за этим не следит? Так получается. А для пенсионеров устраивают геноцид. Сколько примерно времени вы потратили для участия в судах города Героя Севастополя? По времени примерно. Да у меня пачек вот столько. Огромное количество. Огромное количество. Я уже со счета сбился сколько. То есть, Павел Евгеньевич, извините, я вас прибью. То есть, уважаемые жители, если у нас бюджет города, то есть правительство Российской Федерации, мы дотационный район, федеральный округ, нам правительство выделяет 60 миллиардов бюджета. 60 миллиардов, думайте отсюда. А дополнительно еще правительство Российской Федерации для оплаты коммунальных услуг выделяет 50 миллиардов рублей. То есть, еще один бюджет, который идет куда-то. Куда он идет. Куда он идет. То есть, те деньги, которые выделяет правительство, целенаправленный бюджет, они тратятся на дороги, на МФЦ и все прочее. А куда эти 50 миллиардов, которые выделяются на оплату коммунальных услуг? Где деньги, ЗИН? Мы этот вопрос задаем тем капитетам орденам. Меня терзают смутные сомнения. И получается так, что вот как улик, пчелы собирают мед, да? Да. Но они же видят человека, который приходит и забирает у них мед, оставляя им на... Только чтобы они с голоду не сдохли. Так получается? Получается так. Ну вот, что интересно, что такое обращение в прокуратуру однозначно будет. И однозначно нужно выявить это. Эту всю информацию нужно проверить обязательно. Письмо есть. Мы знаем, как оно прошло, номер регистрации. Я его сейчас озвучу от 17 июля 2019 года за номером А26-02-729-7691. То есть такое письмо есть, оно получено, оно есть подлинник, подписанное консультантом Департамента письменных обращений граждан и организаций. За подписью Гончарова, Е. Гончарова. Очень даже интересное письмо. Давайте немножко, как бы, уже нам пора заканчивать, потому что я так много сказали. Я думаю, что не все люди смогут разобраться в этом вопросе. И хочу что сказать, что 22 числа будет непосредственно суд. Все мы теперь знаем. То есть общественность города, народный контроль города Севастополя. Все мы теперь знаем. Теперь мы на этом этапе должны что увидеть? На этом этапе мы должны увидеть, какую оценку даст этому суд. Так как суд у нас является, в общем-то... Независимым. Независимым. И основывается на тех документах, на тех доказательствах. Суд состязательный процесс. И суд должен дать оценку, представленную вами фактически на сегодняшний момент всеми этими доказательствами. Также хочу сказать, что в случае положительного принятия решения в вашу пользу в городе, в Севастополе, городе федерального значения, подчеркиваю, что создается прецедент фактически для фактически большого, огромного скандала фактически. И это фактически вот как раз в то время, когда у нас начинается предвыборная кампания, и когда начинаются фактически вот выборы уже в сентябре месяце законодательного собрания города Героя Севастополя. Нет, у нас в марте еще выборы. Ну, в марте, про мартовские выборы я практически не говорю, потому что там все понятно. Павел Евгеньевич, все понятно. И вот мы посмотрим действия судебной системы для решения тех вопросов, которые мы на сегодняшний день заняли. Уважаемые судьи, ваша беспристрастность поможет данному товарищу в решении той стратегической задачи, я имею в виду для него, для поддержания жизнедеятельности, физиологических потребностей. Именно от вас зависит, от вашей компетентности, от вашей беспристрастности. Знайте, он власть, а вы судьи. Даже хочу еще добавить данным фактически Василия Константиновича, данным своим фактически решением вопроса в суде. Вы же встречный иск подали, насколько я неизвестно, да? Нет, я возражения подал. А, вы в возражениях это указали. Если это произойдет, еще рано об этом говорить с утверждением, потому что там это только стадия мирового суда. Это еще апелляция районный суд, это касация город Севастополь, вполне возможно Верховный суд. Но такой уже прецедент, если он пройдет, то фактически это будет, в общем-то, большое дело сделано в защите всех пенсионеров Российской Федерации. Примерно так я бы хотел сказать. Вы еще что-то хотите добавить, да? Да нет. Тогда мы заканчиваем. Всем хорошего дня. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем пенсионерам рекомендую просмотреть свою жизнь, свою ситуацию жизненную. И вы увидите, многие из вас увидят этот момент и поймут, насколько мы правы в этом вопросе. И насколько очень важно сегодня изменить жизнь российского пенсионера в лучшую сторону. Об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Но, к сожалению, вы видите, что происходит на местах. Всем спасибо, хорошего дня.